Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда на площади у Центральной городской библиотеки работает летняя площадка, открытая дверь. Так 22 июня посчитали активные зареченцы. Несмотря на ненастную погоду, они пришли к библиотеке и приняли участие в творческих конкурсах под открытым небом. В День памяти и скорби состязания были посвящены Великой Отечественной войне. Дети могли поучаствовать в акции «Голубь мира», где они могли изготовить бумажных голубей. На игровой площадке «Курс молодого бойца» они состязались в меткости и ловкости, а также принимали участие в интернет-кудаленной викторине, посвященной теме Великой Отечественной войне. Проходила шанс викторина «Песни великого подвига». Участникам предлагалось закончить фразу из известных песен или отгадать, из какой песни этот текст. И в случае затруднения ответ можно было найти в книгах, представленных на выставке. А в подарок участники получали письма-треугольники с текстами известных песен о Великой Отечественной войне. Пока одни были заняты на творческих площадках, другие участвовали во втором этапе городского турнира «Читай на время». В этот раз конкурсанты читали стихи о войне. Все от мала до велика смогли посоревноваться в личном, командном и семейном зачетах. Приняли участие уже 8 семей, 17 команд. Из них самой многочисленной командой была команда студентов из Зареченского технологического института. И также приняли участие 18 человек в индивидуальном зачете. Всего во втором туре состязания «В чтении на время» приняли участие 79 человек. Каждый должен был успеть прочитать как можно больше слов за одну минуту. В общей сложности конкурсанты прочитали 5464 слова. И это значительно больше, чем на первом этапе состязаний. Тогда общий результат составил 3326 слов. То ли еще будет. Впереди еще три этапа. И с каждым этапом вы сможете улучшить свои результаты, прочитать еще больше слов и набрать большее количество баллов. А значит, есть надежда на победу. Следующий тур состоится 8 июля. В День семьи, любви и верности. Состязания в Скорочтении вновь пройдут на площади у Центральной городской библиотеки в 17.00. Диана Котлерова, телерадиокомпания «Заречный».